Ууу! Всем привет, ребятки! И после очень долгого перерыва, где-то 2,5 или даже 3 месяца, на мой канал, наконец-то возвращается рубрика «Разрушители мифов». И вы сейчас смотрите третий выпуск данной рубрики. Обязательно поставьте лайк данному видео, потому что я прочитал кучу просто комментариев, кучу ваших мифов. Эти два выпуска уже набрали около 26 тысяч просмотров. Это очень большое количество просмотров для меня. И давайте, как только данное видео наберет 500 лайков, я выпущу следующий, то есть четвертый выпуск. А также, кто хочет, чтобы именно ваш миф попал в выпуск, вы можете его написать в комментарии под этим видео, либо перейти в описание, там есть ссылочка на специальное обсуждение. Оно находится в моей официальной группе ВКонтакте. Подпишитесь обязательно на эту группу. Вот. И можете написать в это специальное обсуждение ваш миф. Я буду очень благодарен, у меня еще мифов осталось примерно на 3-4 выпуска. Так что я этим вопросом очень плотно занялся, и теперь буду частенько выпускать данную рубрику. Вот, в принципе, и все. Не буду я вас задерживать. Погнали смотреть прекрасные мифы. И первый миф написал Еркен Сомеров. Может ли коктейль Молотова наносить урон сквозь блоки? Для этого я построил небольшую такую построечку, очень простую. Наш подопытный кролик залез наверх, и я кинул под низ коктейль Молотова. И мы видим то, что ему наносится урон даже сквозь блоки. Более того, сейчас вы видите, я пробегаю, где-то 3-4 блока расстояния до огня, и мне каким-то образом нанесся урон. Так что миф подтвержден. Погнали дальше. И следующий миф задал ФГГ-ФФ. Можно ли убить со шмеля, выстрелив в голову? Некоторые мне люди начали писать то, что, мол, если стрельнут со шмеля именно в голову, то можно таким образом убить. Ну, вы видите, я стрельнул по нашему подопытному кролику, потом мы поменялись местами, где я уже был подопытным кроликом. Вот. И вы видите то, что ни тому, ни другому не нанесся урон. Так что миф можно считать опровергнутым, и пока что его еще нельзя проверить. И следующий миф написал Юра Геймс. Можно ли с С4 взорвать танк? Мы зашли на режим танки. Мой друг сел в стандартный танк. Я взял в руки С4. После этого кинул я С4, он на нее наехал. Кликаем правую кнопку мышки, и действительно наносится урон. И вторую я кидаю С4, и он также наезжает на эту С4, и мы уничтожаем вражеский танк. Сейчас вы увидите с другого ракурса, то есть со стороны моего друга. Вот вы видите, я сейчас буду подбегать, да. Вот сейчас кину С4. Вот, кинул. Я, точнее мой друг наезжает. Я сейчас ее взорву, и мы наносим 50 урона. Так что миф можно считать подтвержденным. Погнали дальше. И следующий миф написал также Юра Геймс. Ему огромное за это спасибо. Можно ли остановить ракету джевелина, когда она летит в воздухе? Для этого мы опять же зашли на режим танки. Мой друг стрелял с джевелина. Я пытался эту ракету сбить именно с танка, то есть с пулемета, либо же с пушки. Вот вы видите, он выпускает ракету. Я стреляю, где-то по патронам 10 по ней выпускаю. Но так как у нас в игре ракеты нематериальные пока что, они не просто-напросто нематериальные, таким образом ее никак нельзя остановить, ее никак нельзя взорвать. Так что миф можно считать опровергнутым. Вот и подошел к концу третий выпуск мифов. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео, потому что как только этот выпуск наберет 500 лайков, я выпущу следующий. Также переходите в описание, там есть ссылочка на специальное обсуждение, куда вы можете скидывать свои мифы, либо пишите их прямо в комментарии под этим роликом. Также в описании находится ссылочка на группу блокады Photoshop BP, прекрасная группа, ежедневные раздачи аватарок, арты, комиксы, розыгрыши, конкурсы и многое-многое другое. Ну и еще у меня одна мысль недавно появилась. Я хочу набрать команду разрушителей мифов. Будут это ребята сидеть в редкале и мне помогать снимать мифы, ну и другие, возможно, рубрики. Если вам это нравится идея, пишите в комментарии, что вам это нравится идея. Как-то так. Позже напишу, как это все будет выглядеть, какую именно группу в редкале. Я ее позже создам. Будем собираться, будем это все записывать. Потом требования к каждому игроку я напишу отдельно. Там уровень, пушки какие, там возраст, например, голос, то есть микрофон. Ну и всякое такое. Вот, в принципе, и все. Обязательно подпишитесь на канал. Все, в принципе, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok